Эта история тянется еще с весны. В апреле к нам в редакцию обратились наши телезрители с жалобой на маршрут Березники-Романова. Для взрослых людей почему-то запустили автобус с надписью «Дети». Он проезжает расстояние почти в 40 километров. Рейс ежедневный. Однако условия не из приятных. 40 минут на узких сиденьях с упертыми в соседнее кресло ногами. Стоя проехать не получится. Автобус не оснащен поручнями. Правда, как нам разъяснили в ГИБДД, автобус малого класса соответствует всем техническим требованиям. У пассажиров осталась одна надежда, что с наступлением учебного года этот школьный автобус все-таки понадобится Березниковскому образованию. И по маршруту выйдет новый взрослый. Но чуда не случилось. Сегодня 2 сентября и желтый детский автобус вновь ожидает жителей Романова на остановке. Терпение людей лопнуло. Сегодня житель Романова Артур Бурматов пошел в прокуратуру писать заявление. Мужчина по медицинским показаниям перестал водить автомобиль. И теперь ему приходится ездить на работу в город на автобусе. Это просто издевательство над народом. Как можно взрослого человека садить в детские сидушки? Нету ни ремней безопасности. Они все детские. Они не застегиваются. И сидеть невозможно. В ноги не входят. Расстояние от пола минимальное. Ну, просто автобус для детей. Он и есть для детей. Поскольку автобус рассчитан в первую очередь на детей. В связи с чем обращение принялись сегодня к производству. Будет по нему проведена проверка. В случае принятия акта прокурорского реагирования заявители будут уведомлены. И прокуратура постарается принять все меры для улучшения качества перевозок на территории города. На визите в прокуратуру наш герой не остановился и поехал к муниципальному перевозчику МУП «Водоканал». Нашу съемочную группу не пустили. Однако после разговора с руководством без камер Артур Бурматов поделился радостной новостью. Хочу порадовать жителей Ромалова в Огулке, Белой Пашни, Володиного Камня. Нам пообещали, что к ноябрю, к октябрю месяцу все-таки произойдет закупка автобусов, пазиков и будет запущен автобус ПАЗ. Будем надеяться. Дирекция «Водоканала» пообещала выполнить свои обещания. Ну а как это произойдет уже будем смотреть по факту. Выполнит или не выполнит перевозчик свои обещания. Об этом мы расскажем в наших следующих выпусках. Мы будем держать ситуацию на контроле. Екатерина Зибзеева, Степан Некрасов. Новости Верхникаме. Субтитры создавал DimaTorzok